2013 год объявлен Годом защиты окружающей среды. Сделано это для того, чтобы привлечь внимание людей к экологическим проблемам. Загрязнение почвы и водоемов промышленными отходами, вредные выбросы в атмосферу, гибели растений и животных. Масштаб ран, наносимых природе, огромен. Но здоровье природы зависит в первую очередь от каждого из нас. Об этом и шла речь на необычном экологическом празднике, состоявшемся 19 мая в поселке Совхоз имени Ленина. Гостями и участниками мероприятия стали юные и взрослые жители поселка. Провести летний денек на берегу пруда всегда здорово. А если водоем благоустроен, находится рядом с домом просто красота. Но, к сожалению, не все люди умеют бережно относиться к природе и благоустройству. Для того, чтобы напомнить жителям поселения о правилах поведения, было решено провести экологический праздник. Тем более, что 2013 год объявлен Годом защиты окружающей среды. Это самое главное. Беречь тот труд, который есть, беречь ту природу, то, что нам дано, и сколько бы мы ни вкладывали труда, делая самым благоустроенным то место, в котором мы живем. Если это не будет беречься, так будут возникать проблемы. Я надеюсь на то, что все, кто присутствует сегодня на празднике, будут внимательнее относиться к природе, внимательнее относиться к тому, что создано для отдыха. Главными участниками праздника стали юные жители поселения. Ведь именно в детстве закладываются нормы поведения. Сказочные персонажи загадывали ребятам загадки, пели, плясали и повторяли с детворой экологическую азбуку. Главное не мусорить. Если где-то разжигать костры, то надо их обязательно натушить. Не ловить животных, потому что они могут не прижиться там, где их выпустят, например, или возьмут с собой. Не загрязнять водоемы, не бросать пантики туда. Мусор, деревья надо ломать и цветы не рвать. Просто нужно две природы. Идея проведения экологической акции, угощение фирменными пирожками в специальной упаковке, впоследствии ставшей шумным и веселым праздником, принадлежит директору кафе «Ягода» Галине Родионовой. Как-то для того, чтобы кого-то научить, надо начинать с себя. И надо чем-то это, в общем-то, до людей донести. Если они увидят на этой упаковке еще такой маленький призыв к тому, что убери после себя, и наш пруд станет от этого чище, то вот мы так и решили, это мой коллектив меня поддержал. Экологический урок был усвоен и детьми, и взрослыми. Оберстка от вкусных пирожков отправлялась прямиком в урну. Я выкинула в урну, потому что я берегу природу. Я всегда выкидываю мусор в урну, потому что я считаю, что это будет в первую очередь защищать нашу природу от всяких загрязнений. Хочется надеяться, что правила поведения на природе гости праздника усвоили на всю жизнь. Они будут не только сами их соблюдать, но и доносить до других. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.